Приветствую вас, друзья! С вами Светлана Быкова. Наконец-то мы подходим с вами к третьей части, которая является продолжением моего видеоотзыва о туре с Максимом Шаинским. Если вы не смотрели два первых видео, жмите на картинки и переходите к просмотру, чтобы понимать вообще, о чем идет речь. А также вы можете посмотреть все другие мои видео по моему почти 30-дневному путешествию. Это групповой тур Сингапур-Малайзия с Максимом Шаинским, путешествия по Мьянме и путешествия по Шри-Ланке. Путешествия по Мьянме, эти видео я уже стала выкладывать, поэтому эта кнопка тоже активная. А третья кнопка станет активна, когда пойдет первое уже видео по Шри-Ланке. Итак, часть третья, в которой мы рассмотрим два разных тура Филиппины. Один тур, который я нашла в интернете случайно, пока искала отзывы о туре Максима Шаинского, а второй именно его тур. И вы увидите, какая разница в стоимости этих туров, и зададите себе вопрос, а почему же такая разница? Вы будете удивлены. Итак, поехали. Пока я искала вот эти сторонние отзывы о турах с Максимом Шаинским, нашла еще одно предложение, еще на стороннем ресурсе, в тур на Филиппины. Помнила, что у Максима тоже есть такой тур на Филиппины, он достаточно дорогой, и люди ездят. Наверное, тоже не считает. Вот я села, посчитала. До этого, когда собиралась, были розовые очки. И я решила сравнить этот тур на Филиппины. Стоимость. Давайте посмотрим. Итак, что вот я нашла. На одном ресурсе на 16 дней проживания в удобно расположенных для путешествия отелях. Перелеты, поездки, лодка к вулкану. То есть, что тут? Всякие каньоны, место с акулами, прокат, байка, вот этого я не знаю момента, кто там возит на байке, да? Шестичасовая прогулка по островам на лодке в порт Бартоне. Шестичасовая прогулка по островам на лодке Эль-Нида. Мероприятия. Входной билет, что входит. К зверькам-долгопятам. Шоколадные холмы. Плавание с китовыми акулами. По подземной реке ездят. По мангромому лесу. Так, так, так. Высокий какой-то там в Филиппинах зиплайн в Сабанге. Не знаю, что. Переход к водопаду к одному, на КПАН и еще к водопаду еще одному. Что этот сайт реально, сейчас тоже вам покажу, но не буду называть его, чтобы не делать рекламу сторонним ресурсом. Не буду показывать ссылку на сайт. Итак, вот информация по этому туру. Показано, как ездят, как это все будет, в каких местах побывают. Вот первый день. Все расписано. Перелет в Манилу. Заселение. Жерло вулкана смотрят. Вулканическую воду. Перелет на остров Бахоль. На мотобайках вот тут не могу сказать. Зверьков-долгопяты. Холмы. Висящий над рекой мост. Квадроциклы. Плавание с китовыми акулами. Водопад. Узнаем, что такое каньонинг. Можно прыгнуть самым смелым. Там инструкторы будут. Вот светлячки на берегах речной реки. Вот это как раз самая длинная подземная река. Прокатимся поджулием на лодке. Ядовитых змей, варанов, всяких таких. Что тут еще? Морские черепахи. Прогулка на лодках по райским островам. Вы видите, какие острова здесь. Черепахи, пляжи, кораллы. Так, ужин. Прогулка по островам. Так, так, так. Вкусная еда. Скалы и так далее. Еще один пляж. Два водопада. В общем, здесь полно. Достаточно насыщенная программа. И вот это все до 31 марта стоило 1200 долларов 6,16 дней. То есть программа насыщенно продуманная и, видимо, тоже уже не первый раз ездит. Согласитесь, что программа очень заманчивая. Дальше. Что у Максима? 13 дней. Вот ссылка на его страничку сайта, где об этом написано. Стоимость 2300. 13 дней, не 16. Так, авиаперелеты, паромы, отели также. Трансферы точно также. И что здесь входит такое? Вот я уже не буду на сайт, наверное, переходить или перейти. Сейчас давайте перейдем. Так, вот он, Филиппины. Программа. Так, что включено? Давайте посмотрим быстренько, что-то затянулось. Итак, фольклорное шоу в Маниле. Большой тур по острову Бахол. Что там было? Речной круиз с обедом. Экскурсия в лес с ветлячком. Включая трансфер. То же самое. По подземной реке. Ланч, лодки с гидом, круиз по необитаемым островам, поездка на дикий пляж и горячие источники. Все за такие бешеные деньги. Единственное, что здесь, конечно, интересно посещение горячих источников. Там этого нет. Но там акулы и много всего другого. Решайте сами, нормальная это стоимость или нет. Вернемся назад. 1200 на 16 дней. Или 2300 на 13 дней. Вот и подошел к концу мой третий сравнительный отзыв по турам Максима Шаинского. Если вы были уже в туре с ним когда-то, напишите, пожалуйста, свои отзывы. Все ли проходило как надо? Это вся ли программа была исполнена? Или так же, как у нас Максим на некоторые туры программы махал рукой? Люди вам будут благодарны за то, что вы оставите свой отзыв и расскажете, как это было. А сейчас у меня вопрос. Вы сами-то ищите отзывы в интернете при выборе какого-либо продукта? Пусть это продукт, который вы покупаете. Женщин, может быть, там духи какие-то, одежда или инфопродукты, курсы какие-то. Я лично ищу. Но почему же тогда? Вы так мало делитесь с людьми этой информацией. Моя информация, возможно, поможет многим людям сэкономить сотни и даже, может быть, тысячи долларов. Поэтому, не задумываясь, ставьте лайк, пишите свои отзывы и делитесь информацией с другими людьми. С вами была Светлана Быкова, интернет-предприниматель и любитель путешествий. Желаю всем успехов!